На этом занятии мы постараемся с вами еще раз, как говорится, выбрать все помехи, которые нам мешают увидеть четкую картину, что такое лидерство. А с другой стороны, сконструировать и, может быть, поставить уже конкретные какие-то вопросы, чтобы определить. Почему мы еще раз проговариваем этот вопрос? Потому что общего определения о лидерстве нет. А определение лидерства во многом зависит. Или мы касаемся вопросов качеств лидера, руководителя, последователей, процессов, отношений между ними. Или, может быть, некая сумма этих вопросов. Некоторые определения, которые бы вы сами формулировали или, может быть, прочитали бы в литературе, они носят либо нормативный характер, то есть, вот лидер, вот это нужно сделать, желательный, вот к этому нужно стремиться, такой мотивационный. И мы с вами говорили, что изучение этимологии слова лидер помогает нам прийти, в общем-то, к истокам. Лидерство – это указать путь вперед, к переменам в будущее, указать путь и помочь или побудить других следовать по нему. Иными словами, лидерство – это в какой-то мере высветить этот путь. Вот куда нужно идти, вот что нужно сделать, но потом нужно помочь или побудить других идти по этому пути. Когда мы говорим о лидерстве, мы с вами, во-первых, затрагиваем вопрос будущего. Вопрос такого идеалистического, достижимого будущего. Давайте-ка сделаем. Потому что будущее, которое можно достигнуть после обеда, например, давайте сходим, не знаю, в кино. Ну, пошли, сходили. Давайте там приобретем продукт. Ну, давайте купим. А вот если давайте изменим педагогический подход в нашей системе образования за 20 лет. Ну, давайте, а конкретизируйте. И тогда вопрос заключается, а ради чего мы будем менять? Это второй аспект важный. Видение, идеалистическое достижимое изменить можно, систему образования можно. Но нужно время, крупномасштабная деятельность. Но вопрос-то это ради чего? И когда мы пытаемся ответить, ради чего, тогда третий вопрос важный – ценностей. Ценности развития государства, экономики, развития человека, развития его жизни, улучшения его качества жизни. И четвертый вопрос – это, а каким образом мы будем поступать? Что в первые пять лет сделаем, что в следующие пять? Стратегия. Пятое – это когда у нас есть идея, видение, мы даже знаем ради чего и знаем как. Этот вопрос заключается в том, чтобы кого-то подучить, переквалифицировать, кому-то дать полномочия, выделить бюджетные средства, усиление. Потому что хотим изменить систему образования, но не можем. Есть помехи, недостаток ресурсов. И вот создание условий для того, чтобы достичь этого идеалистического будущего – это тоже часть лидерства. Ну и потом, вы знаете, в жизни происходят такие интересные метаморфозы, когда говорят – мы смело в бой пойдем, и мы за вами. А потом люди понимают, что-то не то, что-то не так. Они охладели, где-то разочаровались. И когда звучит призыв, и как один умрем, они говорят – ну, пожалуйста, идите сами. Давайте изменим систему образования, давайте. Вот как сделаем, согласны, вот спланируем, прекрасно. Есть средства, выделили. Вы встречались с такой вещью, когда бюджет не осваивается? Когда говорят – слушайте, что мешает? Уже и средства есть. А люди не вовлеченные, они в конечном итоге не включили, что это им надо. Когда дело дошло до действий, они не оказались вовлечены. А другие хотели бы, но им отбили охоту. Другие включались, но увидели, что это все бесперективно, их не слышат. И вот шестое, что очень важно – это вовлечение всех, кого это касается. В принципе, существует ряд определений, которые также вполне разумны. Один из моих коллег говорит, что лидерство – это когда человек берет на себя ответственность за результаты воздействия на других. Это он вкладывает некую ответственность лидерам. Он берет ответственность за результаты воздействия. Одно из определений, которое я прочитал в литературе, заключается в том, что лидерство – это взаимоотношение или взаимообмен между лидером и последователем для достижения общей цели в конкретной ситуации или обстоятельствах жизни. Вот еще одна вещь, которую хотелось бы мне с вами оговорить, что чаще всего мы представляем собой лидера иерархически по вертикали здесь, а последователя – за ним. И воздействие, влияние – все происходит сверху вниз. Но на самом-то деле неправильно. Что лидерство – это процесс взаимоотношений и взаимообмен. Вот тут нужно договариваться. Вот тут нужно определять. Тут нужно объединяться. Почему? Чтобы была одна общая цель. Чтобы можно было общими устилиями что-то достичь. Лидерство – это взаимное влияние, взаимоотношения ради достижения великой цели, на которую нужно потратить силы, время, нужно разработать стратегии, а потом проходить по процессу достижения к этой цели и, может быть, периодически измерять промежуточные успехи. Иногда праздновать. Смотри, первые три года проработали, и то, что мы планировали, мы сделали. Покупаем тортики, празднуем. А что-то у нас не получилось. Это разбор полетов. Почему? Иногда наши планы первичные, которые у нас были, их придется немного менять и адаптировать. Потому что три года назад мы думали одно, но у нас открылись новые обстоятельства, новые возможности, либо новые угрозы. И тогда нам нужно что-то менять, вносить корректировки. И с учетом уже переосмысления, может быть, немного менять стратегии. Но самое главное, лидерство – это движение к цели, сообща, выработать определенную стратегию, двигаться по этой стратегии, анализировать продвижение, оценивать. И, в общем-то, находить наиболее оптимальные пути. Потому что, если нет цели, то мы придем куда? Туда, откуда ушли. Так говорит одна китайская мудрость. Совсем недавно я приобрел толстую книгу, больше тысячи страниц. Каждые пять лет в Харвардском университете, в школе бизнеса, проходит конференция, посвященная вопросам лидерства. Каждые пять лет. И они публикуют материалы конференции. Ну, обычно материалы конференции – это такая тоненькая книжечка. Ну, а когда солидная конференция, и когда программное заявление, то тогда материалы солидные. Это достаточно солидное издание. На этой конференции участвовали лучшие специалисты мира. И вот в нескольких вводных главах к этим материалам книга, называется, как бы, пособие, учебник по теории и лидерству управления. Ведущие специалисты, работая в такой творческой группе, в соавторстве, определили пять граней. Пять четких граней, которые можно высветить в понимании, что такое лидерство. Пять граней. Во-первых, вопрос о лидере. Лидер как индивидуум. И это означает внимание к человеку, к личности, индивидууму, на его характер, на его качество. Вот как бы на человеке. Или, здесь же ставится вопрос, лидер как часть общества. Потому что, что ему удается или не удается. И какие его качества, и какой его характер. Очень часто зависит от той культуры, менталитета и ценности, в котором он находится. Ну и, конечно, мы не говорим о лидере на необитаемом острове. Мы говорим о лидере как часть социума. Поэтому его отношения и динамика взаимодействия с его окружением очень важны. Значит, лидер не сам по себе. А его нужно смотреть в контексте общества. Во-вторых, это распространенность лидерства. Сергей задавал вопрос, его жизнь и опыт сподвигло его сформулировать. Каждый ли человек может быть лидером? В действительности. Вот такая грань. Лидерство – это такое распространенное явление? Или это уникальное? Вот нас тут 15 человек в аудитории. Когда мы говорим о лидерстве, нужно всем слушать. Всем важно, у всех есть что-то сказать, чем-то поделиться. Или часть людей можно вывести. Третья грань. Вот как мы можем говорить о лидерстве, если мы не включаем категорию оценки? Эффективно или неэффективно? Значит, когда мы говорим о лидерстве, мы говорим об эффективности. Но эффективность, она же, понимаете, может быть многомерной, многозначенной. За года три до своей кончины мой папа в простой неформальной обстановке взял мою руку и говорит, «Сынок, ты меня прости, пожалуйста. Старшему сыну своему, у меня трое старших братьев, я четвертый, помог построить дом. Второму сыну помог построить дом. Третий, третьему помог квартиру. Извини, что сложились обстоятельства, тебе не помог». На тот момент ему казалось, что в тот момент, в тот день эффективность его отцовства была в том, чтобы сыну построить дом. А для меня на тот момент, я благодарю Бога, что и по сегодняшний час и минуту, мне была важна эффективность совсем другая. Я говорю, «Папа, так ты же создал, в общем-то, мне и пример для подражания, и ценности привил, и смысл в мою голову в какой-то вложил, что я хоть имею какое-то представление, что такое хорошо, что такое плохо. Одно дело построить дом, а другое создать домашний уют. Одно дело заключить брак, а другое дело создать семью. Одно дело создать компанию, а другое дело создать дело. Вот смысл. И многие люди не задумаются об этом. Им кажется, результат такой измеримый, показатель, а в бизнесе все сводится к тому, к концу года есть прибыль. И чем больше, тем лучше. А потом люди в конце своей жизни говорят, пахал, работал, трудился, в поте лица. А ради чего? Значит, эффективность сводится и к результату, и к смыслу. Четвертая грань. Это когда мы чего-то хотим достичь и реально работаем. Вопрос только со стороны, некий анализ. А люди знают, чего хотят, знают как, знают в какой последовательности. У них есть стратегия. Потому что людей, которые говорят, знаете, мы повысим уровень жизни к концу срока моего президентства. Красиво звучит. А что ты будешь делать? Главное, вы меня выберете. И все будет нормально. Хорошо, за некоторыми людьми мы идем, мы им доверяем. Но проходит год, и мы говорим, подожди, он не следует выбранной стратегии. А каждый день его действия, или наши действия, должны соответствовать определенной тактике. Выиграть битву, нужно быть стратегом. Но каждое движение, каждая команда, это тактическое решение. Оно должно соответствовать стратегии. И вот вопрос очень интересный. Когда мы говорим о стратегии и тактике, мы всегда думаем о лидерстве, как о неком расширении возможностей, достижении новых результатов, повышении стоимости акций нашего предприятия. Чего-то должно быть больше, выше. А вот как насчет стратегии к тому, чтобы адаптироваться к ограничению? Пойти на уступки не просто ради какой-то манипуляции, а потому что в конечном итоге смысл есть в том, чтобы и у другого что-то получилось. То есть, когда договариваются о ценообразовании, и кто-то не хочет уступать, потому что хочет больше лишь заработать, думать только о себе. Когда кто-то говорит, хорошо, ну давай, я готов зарабатывать 10%, но тогда и у тебя будет возможность здесь. Тогда моим детям будет хорошо, и твоим детям будет хорошо. Тогда нашим соседям, нашему городу будет, нашей стране будет хорошо, нашей экономике. Вот получается, что в лидерстве мы видим стратегию и тактику к увеличению результата. А может быть, мы можем думать о лидерстве как к тому, чтобы ограничить себя в чем-то, адаптироваться к каким-то новым обстоятельствам. Это тоже лидерство, и нужно это уметь. В горизонтах лидерства есть еще одна грань, очень интересная, очень глубокая. Идентичности, прагматизм. Представляете, что вы пришли взять этот курс лекций, прослушать эти занятия. Потому что перед вами стоит прагматическая задача быть эффективны в своей деятельности. Как косметолога, юриста, миссионера, пастора, сотрудника видеостудии. И вы ожидаете, что преподаватель к концу вам расскажет четко, как быть успешным. И если вы услышите практические рекомендации, их запишите и заучите, а потом реализуете на практике, у вас получится. Ну, кажется, все. Сработала задача повысить эффективность. Ну, например, когда мы будем говорить о том, что для эффективности необходимо научиться договориться с другими людьми, другой культуры. Может быть, с представителями Средней Азии, Африки, Северной Америки. Говорите, хорошо, для того, чтобы я был эффективный пастор, миссионер, предприниматель, я буду учить культурные особенности. Но на самом-то деле я не люблю этих североамериканцев. И этих среднеазиатов тоже не люблю. Я их терпеть нутром не могу. Но ради эффективности своей деятельности я прослушаю курс и извлеку практические рекомендации. В лидерстве мы можем приобрести какие-то инструменты к действию, но по сути, по нутру своему, по нраву своему, быть другими людьми. И получается, что в лидерстве, в руководстве мы затрагиваемся до личности человека, до его сущности. А не просто даем инструменты к повышению его эффективности. Это вот интересная грань в лидерстве. Итак, когда мы с вами говорим о лидерстве, во-первых, мы говорим о том, где это лидерство происходит. Церковная среда, политическая арена, бизнес, семья, группа товарищей, которая превращается в команду единомышленников. Среда, где, когда мы говорим о лидерстве, мы с вами говорим о критериях оценки. Это эффективное лидерство или неэффективное лидерство. Когда мы говорим о лидерстве, мы говорим о разновидностях функций. Потому что в лидерстве есть и лидеры, и последователи. И иногда они меняются ролями. Когда мы говорим о лидерстве, мы говорим с вами о различных ситуациях. Никто бы из вас не похвалил меня за то, что если бы я кого-то из этой аудитории вытолкнул. Вы бы меня не похвалили. Взял бы и вытолкнул. Но я уверен, если бы у нас здесь был пожар, не дай бог, конечно, тут дорогостоящая видеоаппаратура. И кто-то бы из последних находил путь к выходу. Я его подтолкнул. Слава богу, у нас здесь есть все необходимые мероприятия противопожарные. Ну, мало ли. Кто-то бы не увидел знаки и все остальное. И я бы его подтолкнул. Затем и этот бы человек, и все другие. Молодец! А еще кто-то бы сказал, слушай, и меня подтолкни, потому что боюсь. Если не столкнешь и не вытолкнешь, и не подтолкнешь, и не дашь пинка, так и не выйду на новый уровень развития. Получается, по ситуации, наши стили и наши подходы лидерства и управления. Когда мы с вами говорим о лидерстве и управлении, мы говорим с вами о создании атмосферы, которая является результатом нашего лидерства. Да, кто-то из нас мог работать на предприятии, в команде людей, когда у нас все получалось. Зарабатывали. Все было хорошо. Премиальные платили вовремя. У нас все было хорошо. План выполнялся, результативность была во всех отношениях. Что бы это ни было. Но как только заканчивался рабочий день, мы осознавали, у меня друзей здесь нет. Да и не с кем поговорить. Да и вообще здесь все работают друг к другу волк. И если бы не заработок, и если бы у меня была другая возможность, куда уйти, я бы давно уже ушел. Даже на меньшую зарплату. Просто других рабочих мест нет. А можно создать совсем другую атмосферу. Когда люди говорят, да, есть возможность уйти, и перешел бы давно. Ну, где я найду таких коллег? Ведь здесь работают еще и мои друзья. Когда мне было сложно, они мне помогли. Они мне помогли вырасти. Я доверяю своему руководителю. Да и вообще у нас хорошо. Мы тут как семья. И тогда люди используют слово семья. Ну, вот по-настоящему. Они вкладывают что-то. Христианская община. Люди могут быть в общине, потому что их что-то сдерживает, но никак не убеждение, что здесь они находятся среди братьев и сестер. Возможно, убеждение в том, что их накажут, осудят. Порицание какое-то выскажут. Кто-то посчитает, что человек слабак, вот перебежчик. Но где-то сознается атмосфера не очень. Ни в коллективе, ни в общине. Семейные консультанты, я не буду заходить на чужую территорию. Но они тоже могут сказать, что некоторые люди не подают на развод. Не по тем причинам, что они продолжают хотеть жить вместе. А по другим причинам. Вот получается, внешне есть лидерство и руководство в организации. Внешне есть брачные узы. А атмосфера не та. Поэтому получается, что первично? Первичная атмосфера это как то, что можно создавать. Ну и последнее. Когда мы говорим о лидерстве, есть такая очень интересная грань. Вообще, лидерство это тайна. И почему так долго? Я пытаюсь объяснить, что это такое. Потому что затрагивай какие-то тайные вещи. Лидерство начинается, считайте, в предвечности. Потому что вот был, все, что начало быть, начало быть вот тогда, давно, у Бога. Тайна. Что это такое? Как это происходит? Ну а если перейти не из-за религиозного языка в наш обыденный, возьмем ситуацию. У вас в коллективе есть люди, которые на сегодняшний день не верят в успех. Но вы оказались на высоте, потому что смогли успокоить. Творчески подойти к ситуации. Два, найти выход – три. Через месяц к вам приходят, говорят, слушай, я не думаю, что у нас конец квартала будет успешный. И абсолютно неизвестно, почему. Вы говорите, я тоже не знаю. Нужно, наверное, закрываться. Я не знаю, как выйти, найти выход из положения. Если хочешь, увольняйся. Ничего не изменилось. Почему-то у человека нет сил. Почему-то нет настойчивости. Почему-то дал слабинку. Но это тайна. Почему некоторые люди успешны в одном, но не успешны в другом. Человек хороший лидер может быть на предприятии, очень плохой лидер дома. Он может быть хорошим лидером в молодости, оказаться плохим лидером на старости лет. Тайна. Никто не может разобраться. Есть определенные догадки. В общем, мы с вами затрагиваем очень интересную тему. Суммируя все это, можно было бы сказать, что лидерство, прежде всего, связано с практикой. Можно долго говорить, рисовать схемы, выводить какие-то логические умозаключения. Но лидерство – это прежде всего действие, практика. Потому что иначе мы его и так не поймем. Вот увидим, поживем, поработаем вместе, проживем больше, что-то больше узнаем. Лидерство связано с результатами. Оно может быть эффективное или неэффективное. А эффективность, в принципе, когда у нас есть результат, дело, чем мы занимаемся. И вторая категория оценки, эффективность – это нравственно или безнравственно. Мы об этом позже поговорим. Лидерство реализуется на разных уровнях. Управление, руководство собой. Лидерство в плане собственного образования, совершенствования, работа над характером. Лидерство один на один. Лидерство на уровне организации. Конгломераты организаций. Общины или ассоциации общин. На уровне региона или, может быть, ну, международная арене. Разные уровни. Самая главная вещь, которую мы должны помнить, это то, что в лидерство всегда предполагает намерение что-то сделать, изменить, показать путь. Другим помочь идти по нему, следовать для того, чтобы они могли достичь тех целей, которые вы, как лидер, ставите. На этом мы завершаем. Перерыв. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин 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 Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова